Субтитры подогнал «Симон» Вы смотрите новости в студии Олег Степанюк. Здравствуйте! И в этом выпуске. Гуманитарная помощь Украине. Продукты и средства гигиены получат от нашей страны люди в зоне вооруженного конфликта. Франция выбирает парламент. Расклад сил пока в пользу политического движения нового президента. Тренировка перед делом. Молодежный отряд охраны правопорядка учились быть спасателями в Гродницкой области. Продукты питания и средства гигиены. Беларусь отправила гуманитарную помощь Украине. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям несколько часов назад взяли курс в сторону Киева. Недалеко от украинской столицы груз передадут миссии Международного Красного Креста. Сегодня воскресенье. Белорусская колонна выдвигается сначала в сторону Гомеля. Но уже завтра будет переход к государственной границе. Конечный пункт назначения это склады представительства Международного комитета Красного Креста в Киевском районе. В соответствии с договоренностями груз будет передан именно этой организации. И уже в последующем будет распространен Красным Крестом на территорию Украины. Продукция для гуманитарной помощи исключительно белорусского производства. Ее стоимость порядка 120 тысяч рублей. С подготовкой гуманитарки МЧС помогали отечественные предприятия. Еще часть была взята из государственного материального резерва. Мы очень рады и благодарны правительству Беларуси за предоставление гуманитарной помощи Украине. Полученное продовольствие и вещи для 4 тысяч человек в соответствии с процедурами Международного комитета Красного Креста будут распределены по обе стороны линии соприкосновения. Это первый раз, когда мы получаем такой вклад от белорусского правительства. И такую инициативу можно только приветствовать. Обычные белорусы также не остаются в стороне. А вот уже несколько лет они отправляют пострадавшим от военного конфликта одежду. Более тонны вещей волонтеры собрали только с начала нынешнего года. Первый тур парламентских выборов стартовал во Франции. Безопасность на избирательных участках обеспечивают полицейские, жандармы и военнослужащие. Среди претендентов на депутатские кресла без малого 8 тысяч человек. Однако мандаты получат лишь 577 из них. Фаворит о гонке партия, приведшая к власти Эммануэля Макрона вперед республика. Меньше успех прочат республиканцам и партии Марин Ле Пен. Если никто из претендентов по итогам сегодняшнего голосования не наберет абсолютного большинства, через неделю судьба парламента решится во втором туре выборов. В ходе масштабной спецоперации полицейские Стамбула задержали около 20 человек. Все они подозреваются в связях с террористической группировкой и участием в боях на территории Сирии. В процессе обысков у правонарушителей были найдены оружие, боеприпасы, документы и другие материалы. Злоумышленники уже доставлены в отделение полиции для дачи показаний. В немецком городе Бремен сгорел центр размещения беженцев. От стихии пострадали порядка 37 человек, в том числе и дети. Медики оказывали необходимую помощь на месте, однако половине пострадавших потребовалась госпитализация. После того, как специалисты ликвидировали возгорание, стало ясно, центр больше не пригоден для жилья. По предварительным данным огонь вспыхнул в подвале здания. Не исключено, что это был поджог. Ведется расследование инцидента. Сотрудников МВД и Носгвардии России, которые ликвидировали мужчину, застрелившего четырех человек в Подмосковье, переставят к наградам. Благодаря им удалось избежать потерь среди личного состава. Накануне житель поселка Кратово открыл огонь из своего дома по односельчанам. Мужчина застрелил четырех человек и ранил нескольких правоохранителей, прибывших к месту инцидента. Злоумышленник выбросил во двор несколько взрывпакетов, после чего поджег свое убежище и пустился в бега. При этом он долго отстреливался и произвел около 14 взрывов. Однако уйти от погони ему не удалось. По меньшей мере 19 человек погибли сегодня в двух крупных ДТП в Индии. Первое произошло в штате Утер-Парадеж. Легковой автомобиль, перевозивший паломников, вылетел в канал. Всего 10 человек, в том числе два ребенка, находившиеся в салоне, скончались на месте. Второй инцидент имел место в центральной части страны. Водитель автобуса пытался совершить обгон на высокой скорости, однако не справился с управлением. Транспортное средство перевернулось. Здесь жертвами аварии стали 9 пассажиров. Еще 12 получили серьезные травмы. Александра Шкарупина, телекомпания СТВ. Патрулировать на мотоциклах, места отдыха и загородной трассы начали гродненские госавтоинспекторы. Двухколесный транспорт выигрывает по маневренности и позволяет оперативно перемещаться и по бездорожью, и по городу в час пик. Разгоняется он до сотни километров за 4 секунды. Теперь в погоне за нарушителями, в том числе и байкерами, инспекторы могут участвовать смело. Доверили управление мотоциклами только настоящим профессионалам. В сезон, когда ездят мотоциклы, думаю, да, удобнее. Я считаю, мотоцикл должен быть именно для таких зон, где на машине крутиться тяжеловато. Здесь он проще по дорожке проехать, а тоже мотоцикли. Или по тому же полю, где парковочная зона такая потяжелее, чем на машине крутиться тому же гаишнику. С наступлением теплого периода основная масса горожан пытается провести свободное время на свежем воздухе. Для того, чтобы ликвидировать предпосылки в серьезных происшествиях на дорогах, сотрудники госавтоинспекции используют мототранспорт. А в эти выходные сотрудники ГАИ перешли на летний усиленный вариант работы. Помимо инспекторов на мотоциклах, на трассах увеличили число нарядов дорожно-патрульной службы. Бессонная ночь и надежды на будущее. Выпускные баллы прошли во всех школах и гимназиях страны. Накануне 145 тысяч учеников попрощались, можно сказать, с детством. В торжественный момент рядом с выпускниками были учителя, родители и гости запоминающегося на всю жизнь вечера. Настроена на золотую медаль я была класса с 11-го. Потому что до этого просто учеба давалась легко, я этому радовалась. И как, наверное, приятный бонус я и получила золотую медаль. В последние несколько месяцев учебы наш класс настолько сблизился и сдружился, что каждый раз, когда кто-то начинает обниматься, просто собирается весь класс и вместе начинают обниматься. И остаются настолько приятные и искренние воспоминания, что об этом потом можно, наверное, вспоминать целую жизнь. Планы на жизнь совершить что-то глобальное, что-то масштабное, что никто, может быть, до этого не совершал, а в целом помогать миру, стать лучше, помогать людям. У каждого человека это свой выпускной, своя история, свои впечатления, свои эмоции. У меня, конечно, она тоже была. Естественно, что это было незабываемо в силу того, что это молодость, это то, что ожидаешь на протяжении долгих лет. И это как точка, и причем яркая, интересная, в ожидании каких-то новых событий. Времени на отдых у выпускников остается совсем немного. Ведь уже завтра начинается вступительная кампания в вузы страны. Первое централизованное тестирование пройдет по белорусскому языку. Почувствовать себя спасателем. Порядка 20 молодежных отрядов охраны правопорядка из разных районов Гродницкой области прошли сборы. Бойцы соревновались на полосе препятствий в знаниях основ безопасности и медицинской подготовки. Уже с понедельника они отправятся в летний патруль. Галина Буру оценила степень подготовки. Шел по лесу, упал, рука валит, пальцем не буду двигаться. Такая ситуация вполне могла случиться в жизни. А пока вместо деревьев стулья, вместо раны рисунок фломастером. Бывают в жизни ситуации, когда человеку становится плохо, либо там кто-то тонет, и нужно помочь. У вас были такие ситуации? Нет, но я уже к ним готов. Если медицина задание на смекалку, то полоса препятствий, тренировка выносливости. Куртка, комбинезон, пояс, каска и краги. Это такие специальные перчатки. Вот что составляет боевую одежду спасателя. Кстати, полная экипировка весит 40 килограммов. Здесь главное собрать волю в кулак и следить за временем. Быстро надел боевку, заработал бал команде. Лучшее время по надеванию боевой одежды 30 секунд. Кстати, профессиональные бойцы МЧС укладываются в 18 секунд. Но надеть флом у спасателя мало. Еще надо доказать на деле силу и отвагу среди барьеров и трамплинов. Это не так просто. Вообще сложно. А что самое сложное было? Надо надеться. Эти соревнования своего рода разминка перед настоящим боевым заданием. Молодежные отряды через пару дней отправляются в летний патруль. Есть добровольцы, опять же ребята, которые вместе с осводом, с МЧС, с работниками лесного хозяйства участвуют в рейдах по обследованию и лесных массивов, и водоемов. Данное соглашение и, безусловно, основная его цель была именно на привлечении молодежных отрядов охраны правопорядка к оказанию содействия Министерства под ощущаемым ситуациям. И ведь оказать реальную помощь не пустые слова. Примеров сотни в конце мая оршанские школьники спасли от пожара целую деревню. А выпускник школы из Молодечна вытащил из вод Березины утопающего первоклассника. В Островицком районе ребенок вовремя вызвал МЧС. Тем самым сохранил жизнь рыбаку-подледнику. И тренировки, как и это соревнование, тоже могут оправдать себя на деле. Далина Буро, Анатолий Бояринцев, телекомпания СТВ, Гродно. Могилев глазами иностранцев. Международный арт-проект специально приурочен к 750-летнему юбилею города. И все произведения гости оставят могилевчанам в подарок. О том, как город на Днепре стал источником вдохновения, расскажет Юрий Прокопенко. Мне кажется, что в этой скульптуре есть какая-то мистика. И она связана с Вселенной. Могилевский звездочет больше всего впечатлил Вугара Али. Художник из Азербайджана долго не думал. Изучил скульптуру со всех сторон и перенес увиденное на холст. Получилось два квадратных полотна, космический синтез, реализм и абстракции. Когда уже художник и перед ним холст, уже начинается решение композиционное. Не так, как в жизни реалии есть, но так, как воображение художника. Художники из Украины, Македонии, Индии, Китая и других стран впервые в Могилеве. Перед тем, как приступить к работе, им показали город, архитектуру, пейзажи. У каждого своя манера, но общий источник вдохновения. Много в Могилеве есть интересных мест, особенно для художников. Есть пейзажи, архитектура, которые вдохновляют, помогают писать и творить. Настолько какой-то светлый, чистый город, настолько люди немножечко другие, чем где-либо. И это очень притягивает, привлекает. Здесь хочется работать. Если картины любит тишину, то при создании каменных скульптур без шума и пыли не обойтись. Пока это только большие валуны, но они уже начинают приобретать очертания. Недели через три эти гранитные глыбы превратятся в целую скульптурную композицию под названием «Сила воды». Автор, скульптор из Тбилиси Джон Гога Берешвили. Джон, что увидят могилевщане вот в этой композиции? Увидят сила воды. Это самое главное, потому что где вода, там есть жизнь, всё. Это будет линия воды, которая пластическая велика, которая пластично переходит от одного камня на другой камень. Вот так вот и продолжает жизнь. В мастерской под открытым небом работают 10 мастеров из пяти стран. Кто-то высечет из камня водную ратушу, кто-то большую рыбу с городскими зданиями вместо плавников. Такой вот образ Могилёва в аллегории и гротеске. Я, допустим, взял два больших камня и ещё у меня будет третий. То есть такая довольно сложная составная штука будет. Эти произведения подарок Могилёву на 750-летний юбилей. Картины выставят в музее, а скульптуры установят в одном из парков. Так что каждый могилевщанец сможет посмотреть на свой город глазами иностранцев. Юрий Прокопенко, Сергей Вишневский, телекомпания СТВ, Могилёв. В помощь неумелым пешеходам. В Витебске водитель троллейбуса спасла целое утиное семейство. Бордюр для птенцов оказался непреодолимой преградой. Всё же, оказавшись на тротуаре, неудачи для троих утят продолжились. Они провалились в канализационный слив. К спасательной операции подключились прохожие. Всё происходящее на видео снимал один из пассажиров троллейбуса. Это были основные новости воскресенья. Репортажи и эфирные видео всех наших проектов доступны на YouTube-канале СТВ. В 19.30 в эфир выйдет программа «Неделя». Мои коллеги расскажут о самых знаковых событиях уходящих семи дней. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok